В эфире новости севера Башкирии. 6 и 7 апреля в Волгоградской области состоялся чемпионат Евразии по пауэрлифтингу. Его провели по версии Международной Федерации без и копировочного пауэрлифтинга. В соревнованиях приняла участие сборная команды Бирска. По результатам Кирилл Бобровский стал победителем весовой категории до 140 кг. Сергей Ляпустин занял первое место среди ветеранов. Никита Яндеганов стал вторым среди юниоров. В Бирском районе медалью материнской славы награждены Екатерина Ахметова, Насибахон Давлятова, Лариса Иляева и Елена Широкова. Республиканская награда вместе с денежной премией присуждается многодетным матерям, воспитывающим пятерых и более детей. С 1 января этого года ее размер составил 17 1241 рубль. Всего медалью материнской славы наградят 50 женщин из Башкирии. Соответствующий указ подписал в Рио главы Башкирии Радий Хабиров. В Мишкинском агропромышленном колледже прошла встреча потенциальных работодателей со студентами. В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза Республики Башкирского государственного аграрного университета сельхозпродприятий и ферм. Они рассказали выпускникам о мерах господдержки молодых специалистов агропромышленного комплекса, вакансиях и условиях труда в предприятиях Мишкинского района, а также возможностях продолжить обучение в аграрном университете. Семьям из Бураева вручились жилищные сертификаты. Из-за руглавы администрации Бураевского района Рустама Искакова их получили 10 семей. Все они трудятся в агропромышленном комплексе в системе образования и культуры. По словам руководителей района, молодежь которой осталась на селе, несмотря ни на какие трудности, достойна поддержки. Рустам Искаков пожелал всем успехов в труде, чтобы с улучшением жилищных условий в жизни каждой семьи начался новый этап, чтобы в домах было много детей, радости и благополучия. В рамках театрального марафона на сцене Бураевского районного дома культуры театральный коллектив из деревни Кашкалева показал спектакль по пьесе «Гата Нурулина, Карта Ямени, Сон Йорек». На сцену вышли семь актеров. Поиски любви, недоразумения, возрождение села – вот что лежало в основе сюжета. В торжественной обстановке глава Кашкалевского сельсовета Равиль Ахметов передал кубок марафона главе Бодракова Илдусу Мидатову. Председатели исполкома и делегатов Курултай-Башкирии избрали в Калтасах. Председателем стала Лилия Давлетова, делегатами Юрий Садыров, глава администрации района, преподаватель школы искусств Гульнаса Адигамова. На конференцию лучших работников района наградили благодарственными письмами и почетными грамотами администрации района. В Нефтеканске прошел конкурс научно-исследовательских работ. Провели его в рамках 15-й Всероссийской студенческой научной конференции «Первые шаги в науку третьего тысячелетия». Учащиеся Краснохомской школы номер один Анна Вострецова и Салават Незамединов со своими руководителями приняли участие в секции «Я познаю мир». Их наградили дипломами лауреатов. А учителя Линда Аксюкова и Эльвира из Кибаева получили благодарственные письма за подготовку участников. 27 апреля в Крыделе пройдет субботник в рамках акции «Зеленая Башкирия». В этот день посадят деревья и кустарники. Уже определены 32 участка. Их общая площадь около 32 гектар. Рядом со смотровой площадкой в Крыделе появится рябинова хвойная аллея «Я люблю Крыдель». Принять участие в посадке деревьев может любой желающий. 9 апреля глава Крыдельского района Ильдар Гарифуллин вручил сертификаты на строительство жилья. В этом году социальную выплату получили 14 семей. Это представители социальной сферы и отрасли сельского хозяйства. На эти деньги они могут построить дома. Распределение средств идет в порядке очередности. На сегодняшний день в списке еще 145 семей. На сегодня это все новости. А сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова